Примерно полтора года назад я начал разрабатывать игры, и за всё время я сделал порядка 12 игр. Сегодня я вам расскажу о том, как я начинал это делать, и чего я добился за всё это время. Для простоты понимания я сделал вот такой таймлайн со всеми моими проектами, по которому мы и будем проходить. В общем, был это июнь 2022 года, жил добыл моноглаз, и решил начать делать игры. Выбрал рандомный курс по юнити, и делал всё точь-с-точь, как на видео, потому что было ничего не понятно. Да, порой сейчас, когда я вижу это, пугаюсь похлеще всяких хорроров. Прошёл я курс, ушёл порядка месяца на его прохождение, и сделал свой 2D платформер. Бро, ты не разработчик, если ни разу не делал свой платформер. К сожалению, файла с игрой у меня не осталось, но она очень похожа на игру из этого видео, так как графику я просто взял без платных источников. Не знаю, научился ли я чему-то из этого курса, потому что потом я ещё долгое время не мог что-либо сделать без туториала. Позже, я попытался сделать свой проект, который очень сильно мне напоминает мою мобильную игру Джелебра, только она была в пиратском сеттинге. Видео с разработкой у меня тоже, к сожалению, не осталось. Единственное, что я могу вам показать, это набросок персонажа по моей памяти. В общем, после прохождения курса, 26 августа того же года, я создал этот канал, где я начал документировать процесс разработки. И после создания канала, я сразу же сделал игру по типу Фобби Бёрд, только с крабом. Долгая игра не прожила, так как после этого я начал делать один из самых значимых проектов на этом канале. InDev. 6 сентября я выложил видео про эту игру, и оно набрало 500 просмотров за неделю, чему я сильно удивился и продолжил разработку данного проекта. В промежутке его разработки, я также поучаствовал в двух коллабах, с Хорнесом и Никодом. А также сделал две игры для этих коллаб. Первая была сделана за час, а вторая за три часа. Игры получились довольно слабые, но это были мои самые первые коллабы. Позже, 8 ноября, практически ровно год назад, я сделал видео про InDev, которое на данный момент, к сожалению, последнее. Почему я перестал ее разрабатывать? Ответ прост. На тот момент у меня было слишком мало скилла. И можно заметить на таймлайне, что я начал разрабатывать больше мелких игр. Среди них есть моя безымянная игра, по типу Doodle Jump, где я впервые добавил анимацию, партику и постпроцессинг. После чего все мои последующие игры обзавели с подобной темой. Дальше я сделал еще одну коллабу с Саней, который проходит Юнити. Говорят, даже 10 лет не хватит на то, чтобы его пройти, но кому как. В общем, это был первый раз, когда участвовал в геймджеме. Те, кто не знает, геймджем это тоже разработка игры за ограниченный срок, но только уже с кучей других участников. Да и там по официальной все будет. В общем, сделали мы 2D версию Doom. 26 декабря я начал разрабатывать игру в команде, о котором даже было видео, но сейчас его не найти. На таймлайне можно заметить, что в определенное время разработка остановилась. Ну, а что дальше? Никто не знает. Остается только гадать. Кстати, под конец года я сделал что-то типа своего мероприятия, Тайный Санта. Только оно было для разработчиков, и подарками были сами игры. Ну, мне кажется, вышло неплохо. В нем участвовал Юпитер, Гоустли и Мошанозик. Сделали мы игру за одну неделю. Вот, кстати, эта игра. И называется она Агент Сноу. Как ей зовут нашего персонажа. Кстати, для тех, кому интересен UI интерфейс, хочу порекомендовать вам онлайн курс художник игровых интерфейсов от студии Графит. Кнопки, текст, менюшки, все это делает UI художник, который может сделать взаимодействие с игровым пространством грамотно. А всему этому вас научат ребята из студии Графит. Кстати, чтобы вы понимали, у этой студии есть работы для компаний таких как Riot Games, CD Projekt Red и Blizzard. Обучать нас будет ведущая художница студии Графит Юлия Бойко. Специалист по интерфейсам с 8-летним стажем на международных проектах. На этом курсе вы получите все необходимые навыки для работы в игровой индустрии. Например, за 8 занятий программы вы сделаете комплексный интерфейс карточной игры. Научитесь рисовать все остальные элементы и пополните свой портфолио проектом, который наглядно покажет ваши возможности любому работодателю. Переходи на сайт и узнай больше о курсе художник игровых интерфейсов от студии Графит. Для граждан РФ есть возможность оформить беспроцентную рассрочку. А по промокоду MONOGLASSGRAPHIT можно записаться до 16 ноября с 20% скидкой. Не дармози и начни работать в геймдеве, пока остальные об этом мечтают. Уже в начале февраля я принял участие в геймджеме Boss Rush Jam, где хотел сделать игру про пятерку. Я начал ее разрабатывать и сделал видео о ней, которое даже посмотрел сам Пятерка. Конечно, я не уверен, что ему понравилось, но да, игру я так и не закончил. Но в середине февраля я сделал свою первую 3D игру «Славочное закулисье». Оно было сделано ради шутки, но через некоторое время это видео стало набирать большое количество просмотров. На данный момент на нем больше полумиллиона, отчего я до сих пор в шоке. После этого, примерно в мае, я начал разработку своей первой мобильной игры. Ее я на тот момент не доделал, но зато с кайфом пошел отдыхать. Кого мро? Лето, каникулы, все дела. Примерно к концу лета я снова продолжил разработку этой игры. И пока модерация Google Play ее одобряла, я решил поучаствовать в геймдеве Lockfire и Lockheed, где нужно было сделать игру за 3 дня. И если честно, мне кажется, эта игра за 72 часа выглядит лучше, чем все мои предыдущие вместе взятые. Может, сильно краткие сроки на меня так повлияли, может, просто так все удачно сложилось. Не знаю, но, кстати, моя игра попала в топ-25 игр. И всего я сделал чуть больше 15 игр. И это было все сделано за один год. Конечно, было много прототипов и прочих мелких приколов, которые показались мне менее интересными. Какова мораль? Мораль латинского моролита, стермина введен цицерионом от латинского мора, сообщил принятые традиции, принятые в обществе, представления хорошим попом, правильным и неправильным, добрее и зле, а также совокупность нормы поведения, вытекающихся поведения. Амин Брейм!